Доброе утро! 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 Как вы пришли сюда? Вы что, не едите, что ли? Спорт. Не, казанский чак-чак, он так не располагается в полонсе. Мобилизует. Да, конечно. Воронов, Мельников, Алиса Селезнева. Утром на новом стартерце. На новом радио. А сегодня у нас в гостях добро, через А пишется латинскими буквами. Не перепутайте. Тот самый дуэт, который спел про как там, мне чего, глаза не нравятся. Ну, конечно. Как такое можно забыть? Как? А возраст? Не скидывайте за счетов, ребятки, вы чего? Слушайте, а у вас было так, как у большинства коллективов и артистов, когда типа сначала писали для других, а потом типа, а че это я? Нет. Ну. Совершенно не так. У нас это все было, наверное, параллельно. Потому что у нас есть умение и возможность писать еще кому-то, поэтому мы использовали все свои ресурсы. На самом деле, неразрывно абсолютно, судьба проекта и новое радио связаны, а многие даже этого не знали, что вы же для Лободы делали и ремикс, и аранжировку. Что там? На песне «Парень». Да. А на новом радио Светлана Лобода выступала на премии. Высшая лига. Да, 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 да. И вот именно для этого выступления, для этого шоу, мы сделали ремикс на песню «Случайная», на которой она сделала тоже с необычным шоу. Да. Возможно. Обычную постановку сделала и в китайском стиле такого. Так вот, почему это всем понравилось. Ну, вы хоть чувствовали волнение, какую-то ответственность? Нет, на самом деле не чувствовалось. Мы знаем, что ремикс мы этот написали немного ранее, Светлана Лободаева увидела в инстаграме и говорит, ребята, сделайте полную версию, еще некоторые акценты расставьте для лайв-выступления. Ну, у нее же танцы расставлены. И Светлана такой артист, что, я думаю, не стоит волноваться, сомневаться. А как это обычно происходит у вас? Как вас артисты находят? Ну, то есть вы же не сразу, как там все, по блату или чего? Вы демо рассылаете какой-то. На самом деле, если вы интересны, вас увидят. Где увидят? Вы все выкладываете? У нас в инстаграме, по-моему, произошло, да? То есть все через интернет? Через инстаграм. Слушайте, братцы, а вы скажите, вот у вас такие реальные музыкальные успехи. Как правило, вот если посмотреть историю современной музыки, таких успехов добиваются либо какие-то безумные самоучки, либо люди с очень хорошим музыкальным образованием. Вот у нас в случае хорошее музыкальное образование. То есть папа с мамой отправили вас по классу баярных? Да, они тоже музыканты. А, ну. Да, Николай Донецкий и Светлана в Казани, они достаточно успешны, тоже работают. А, так они, а, так вот оно что. Все по блату, ребята, какой интернет, о чем вы? У вас тут, кстати, в справке, которые пиарщики нам, вот тоже люди написали на 10 страниц, написано, странная фраза меня цепанула, объясните. На концертах они не только поют, но и играют на электронных музыкальных инструментах. Я думал, что на концертах это вообще само собой разумеется, нет? Играть еще. На концерте добро? Да. На других концертах? Не знаю. Я не так много артистов вижу, которые сами еще играют на своем концерте, на своем шоу. У вас стоит драм-машина, на которой Михаил играет, у меня стоит ноутбук с миди-клавиатурой, где я запускаю разные звуки, то пианино, то еще что-то электронное, и мы... Знаете, как это проходит? Мы не просто аккомпанируем себе весь концерт, какие-то самые яркие моменты, дроп песни, там, самый главный проигрыш, мы становимся за инструменты и начинаем... Кульминацию, или же сделать какую-то акустическую версию той же песни, мне глаза ее нравятся, и он там начинает на пианино, и потом уже весь зал подключается. Мы делаем, угадаем мелодию. Вкусно рассказывает прям, да? Охота, охота, конечно, сходить на концерты конкретно. Ребята... Вот вы, когда придумали сформироваться в группу, в проект в целый, вас не напугала судьба вообще, в принципе, братских коллективов? Они как-то местами перестают дружить, и потом очень даже... Я такого на примере не встречал, на самом деле. Примеры есть. Ты не в курсе про Агату Кристи, ты не в курсе про братьев Гримм? Нет. Мы живем в своем мире дружных братьев. И мы не замечаем. Нет, конечно, я слышал об этих группах братьев Гримм, но я не знал, что у них что-то не так. Дядь? Вообще. Мне предстоит тебе открыть глаза, как бы на это все. Ну, то есть, не смотря на то, что... У нас будет свой опыт, своя история, которую мы делаем. Так что будем вместе с вами за ними наблюдать. А вы сейчас большие деньги зарабатываете? Ну, просто, как бы, там, представляю, все вокруг этого вертится. Это вы спрашиваете или говорите? Большие деньги вы зарабатываете, это вопрос. Ну, относительно чего? Они зарабатывают такие маленькие деньги, что даже не могут себе купить верхнюю одежду. Они делают ее сами и одеваются, да. Кстати, для наших людей, которые, так же, как и мы, пропитываются нашей музыкой, которым близки те смыслы и та философия, которую мы несем. Ван Гу сейчас спросит, а 2XL есть? Нет, нет, нет. Я вообще про другое. Я по всему миру, так что... Я вообще про другое. Вот мы сегодня у подслушивающих спросили, что они там в детстве коллекционировали в глубоком. Вы, как приличные люди, тоже влейтесь в коллектив, в этот опрос. Что было у вас такого? Я коллекционировал крышечки железные от напитков сладких, от пива. А я коллекционировал марки. У меня был огромный пакет, просто он вонял. Но рассматривать крышечки было интересно. Они все разные, красивые. Как было обидно брату, у которого марки не воняли. То есть как бы... Ну, это был прям альбом. Но знаете, как с крышечками, вот с марками этого не сделаешь. Мы потом, когда у нас собралась большая коллекция, у нас был такой огромный пень, и мы вбили в пень все эти крышечки. Да, там удобно, ребрышки такие входят. Да, и это было... Ну, зато ты с вами марочки продашь, и будешь богаче брата. Я уже так, значит, между условиями пошла. Бывали такие, когда коллекции продавали. Пускай лежит, она, значит, растет по цене, наверное. Инвестиция, а? Итак, друзья мои подслушивающие, группа Добро у нас в гостях. Скоро послушаем песню, а пока поторгуемся действительно. 2XL-то есть у вас вообще? Размер? Есть, есть, есть. Ну что, мы буквально в полшаге от того момента, когда мы наконец-то уже погрузимся в вашу музыку волшебную, и утонем там, и не всплывем уже навсегда. Погрязнем, да. А пока вот пару слов все-таки про артистов, с которыми вы работаете. Помимо сольного творчества я услышал «Лобода». Да. Кто еще? Давайте. Писали для Свети Казановой. Песню счастья есть «Наши слова». Так. Переиздание альбома «Децл» «Кто ты?». Кстати, да. А что такое? Почему? А сейчас расскажу. У него вот самый успешный первый альбом «Кто ты?», где все эти песни «Вечеринка». Вот все эти легендарные типи. Потерялись абсолютно все аранжировки, все минуса, а он планировал сделать тур себе. У нас есть в Ютьюбе передача «Сэмплирование», где я показываю, как создаются известные песни, из чего разбираю просто по кусочкам и создаю один в один. Он видел эту передачу и... Понял, что вот... Понял, что у меня есть эти умения, обратился, и мы буквально за один месяц все песни его создали, они звучали один в один. Мы ему сделали вот все минуса, и он поехал в тур, приезжал в Казань, мы с ним познакомились. Да. И так интересно, эти песни... Это было очень необычно. Я их слушал в школе, а потом я их сам и пишу. Это просто очень странное ощущение. А это сложно, так скажи, разобрать трек на составляющие? Сложно, но я был полностью в материале, я знал, что, например, какой-то скрэч, типа «Hit me!» Я понял, а, это Джеймс Браун, скорее всего, тот-то трек. Да, нашел и воссоздал этот скрэч. Сколько же ты переслушался, дядь? Очень, очень много. Это же как ребус, прости, ты же складывал головолоску. Мне кажется, так и есть. Так и что написать песню легче, чем воссоздать. Потому что ты написал вот таким звуком, а тут надо искать прям вот тот-то. Ну, то есть ты сейчас нормальную музыку не слушаешь, потому что ты сразу в голове своей начинаешь ее разбирать на составляющие. Он слушает лучшую музыку. На дорожке сразу. Да? Да, да, да. То есть я просто представляю, что ты, например, когда слышишь любую музыку, ты ее представляешь в виде шерсти, да? Вот в виде вот этой самой дорожки. Да, это партия, бас, это... Ну, то есть в виде дорожек я скорее. Жалко тебе, мне тоже жалко. Слушайте, мы сегодня даже обсуждали, что сейчас, во-первых, нужно быть невнятным, чтобы стать популярным, то есть когда ни слова не понять, что ты говоришь. И второе, нужно обязательно вставлять мат даже там, где он не нужен. Мы что-то, видите, вообще против правил идем. То есть у вас вообще ничего с этим нет общего. Вас можно понять, и вы не ругаетесь. Да, у нас есть своя философия. Мы не смотрим на то, что происходит где-то еще. Не ориентируемся на кого-то. Мы ориентируемся на внутреннее какое-то состояние. На свои ощущения, как мы считаем, нужны. Вот прямо сейчас мы проверим, насколько ваши теоретические измышления соответствуют практике. Песня, которая уже играет на новом радио, называется она «Я по частицам». Да. Ну, примерно так. И давайте все, кто послушает, возможно, впервые, пусть напишут комментарии. В группе в новом радио. И мы узнаем, да, как на самом деле. Потому что мы можем говорить много чего. Парни очень хотят в нашу вышли. Очень хотят. Надо сделать все возможное. Ну, голосуйте, черти. Лайки ставьте. Добро здесь. Согласно нашим правилам, гости свистят. Ты, Даниил, представляя весь Ростов-на-Дону, угадываешь песню. Если это происходит, отправляем тебе большущие махровые полотенца от нового радио. А если нет? Если нет, не отправляем. Это же элементарно. Ну, тогда не появляйся в Ростове-на-Дону. Ну, ты домушка. Ну, мы постараемся. Парни, парни. Постараемся, чтобы, Данил, Даня, мы с тобой. Да, да, да. Мы с тобой на вас. Весь Ростов с нами. А это без всяких подсказок, как в «Угадай мелодию». Сначала он за Ростов. Подождите, а кто сейчас рулит? А сколько нот? Может быть, этой рубрикой все-таки гости и рулят? Ах, вот ты хочешь свои правила учить. Нет, я просто узнаю. Так. Нет. Ну, ладно. Ну что? Быстро сдался. Давайте. Ну и так далее. Ну, это прекрасно. Ты можешь использовать в произведениях, в своем умении. Лучше, чем в оригинале, я вам скажу. Даня, ну если не угадаешь, Даня, ну почему? Данила, ай, мы с тобой. На спящий город поднимаем. И нормально спел. Вот, Данил, все-таки хорошо, когда человек уже за 50, согласись. Конечно, годы давит, но и опыт большой музыкальный у тебя. Если можно вспоминать. Ну, конечно. Поздравляем, полотенца от нового радио твое. Ура. Старкерти. На новом радио. Песня группы «Добро». Здрасте, парни. Привет еще раз. Привет. Иван и Михаил только что за эфиром просто раздавили меня. Я не знаю, как оправиться от этой потери. Умолчи. Они сказали, что не бухают вообще. И это, конечно, наводит на грустные размышления, связанные либо с хроническими болезнями, либо с неустойчивой психикой. Либо с тем и тем. Они могут быть шпионы? Либо шпионы, что, скорее всего, шпионы. Вот. Поэтому давайте-ка. Продолжайте. Продолжайте. Что вас заставило? Это вы уже не можете, что ли, пить? Или как? Нас ничего не заставило пить. Я думаю, нас ничего не заставило пить. Вот так вот более правильно построить вопрос. Как вы в шоу-бизнесе скажите? Это просто вот феноменальное что-то. Вот я про примеры скажу. Мы смотрели фильм про Джеймса Брауна, про Рея Чарльза. Вот посмотреть на их биографию, их сгубила вот как раз эта мания к алкоголю, еще к чему-то. К кокаину хочешь сказать? Чего боишь слова произносить? Ты артист из новых. Да эта дрянь такая же, не дай бог коснуться этой гадости только. Впула, кстати, не так давно эта дрянь. Очень многие завидуют артистам, я думаю, успеху, не понимая и не осознавая, что на самом деле в жизни артиста. И мы тоже видим эти примеры, и вот как раз эти примеры мы замечаем, мы стараемся, чтобы у нас тот же Авичи, например, вот, где мы смотрели. Может быть потому, что как бы вы брать, и вам проще держаться вместе и отбивать вот эти искушения судьбы? Я не чувствую никаких искушений. У нас обычно так бывает, как мы проводим время. Придумал какую-то демку на телефон, записал на диктофон, отправил ему, он там тоже мне в ответ что-то прислал. И вот мы так проводим время, это супер азарт, это супер интересно. Вот, и получаешь супер эмоцию, когда понимаешь, что сейчас мы приедем с концертов домой, и как запишем бомбу. И я расскажу, как вот мы придумали по частицам песни. У меня было пару строчек в голове, я их держал, думаю, классные строчки, классные. Но все вот оно и оставалось в этих двух строчках, и не припев, вот, как идея. И я их держал в голове, и тут мне Иван приходит с гитары, говорит, слушай, у меня есть... Первая строчка и мелодия всего припева. И последняя. А, и последняя, да. У меня есть первая строчка, а потом я... Потом на-на-на-на-на-на-на-на-на, и закончить бы вот так. И начинает. Я по частицам собираю твой портрет. И я такой, а ты рисуешь мое сердце на окне. У меня вот эти вот две строчки были. Это просто магия. Круто, что? Я просто понял, это хей, давай, и все. Мы сразу записываем на диктофон. Вот раньше, вот раньше все было не так, ребятки. Сейчас, а как было? Раньше сидит, поет, значит, ждет, когда к нему муза придет. Пьет пока. Бухает, конечно, естественно. Занимается всякой фигней. И тут появляется женщина. Она, может быть, даже отвратительна. Но для творца, для того, что... Уже пьяного? Да, ему как бы все равно. И он в честь нее что-то там начинает уже писать. А творцы знают, что женщина может существовать без первого этапа выпивки? Понимаешь, иногда женщина только в образе не появлялась. Нет, слушай, не существовала реально. Секундочку, чтобы подстраховаться, лучше сначала прибухнуть. Мы не знаем, кто зайдет. Понимаешь, вот чертно. Сама критичность в этот момент падает. Ладно, значит, мы должны раздать призы и подарки. У тебя как-то не получилось морально разложить добро, да? Цель была именно такая, но она не воплотилась. Ну, когда все спрашивают, мы говорим, нет, не пьем. Все говорят, красавцы. И поэтому, ну, все. Тебе так, Владик, никто давно не говорил. Лет 50. Ко мне подходят и говорят, ну что, бухаешь и плакать начинает. У нас совершенно разный диалог, да. Ну что, надо отдать, надо отдать свитшот и бейсболку. У нас как бы тоже есть мерч. Ну, так. Конечно. А у вас есть XL и L? Парни, у нас есть любые размеры. Партернемся как-нибудь. Вы какие размеры предпочитаете? Партер. Отдаем так. Мы сегодня обсуждали коллекции детские, да, что кто собирал в детстве. Очень нам понравилось. На таким душевном показалось сообщение от Романа. Написал, ну, я рецепты собирал. Представьте себе мальчика, который рецепты собирал. Из газет вырезал, из журналов. Ну, сейчас шеф-повар. Вот как пригодилось сегодняское увлечение, да. Ну, и нам, Роман, ведь пригодится. Он же из Питера. Шеф-повар в Питере тебе будет лишним, нет? Очень даже пригодится, ребятки. Мы отсылаем весь мерч, который у нас есть. Ром, держись. Буду скоро тебе звонить, писать. У тебя тоже что-нибудь. Да, мой там пока пол в ресторане. Парни, спасибо, что зашли. Вам спасибо большое за приглашение. Вы прям молодцы. Как там у вас? Я по частицам собираю свой портрет. А дальше что? А ты рисуешь мое сердце на окне. Молодцы. Целуем, обнимаем. Всегда ваши. Спасибо большое. Утром на новом.